Взяла за волосся и пошла бытой головою обстил. Не рухнет ли он? Депутаты, а вы не охренели? Вот вы часто ломаете людям пальцы? Такой себе синдром цепюка. Блин, забывайте слово постоянно. Финиш хоу. Фаталити! Привет, это я Андрей Богданович и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Итак, на этой неделе это Mortal Kombat в селе Степановка Устиновского района. Александрийские депутаты восстали против цепюка, а в знаменке люди биткаются, а власть бегает от журналистов. Не могу не начать с главной новости. Наши моряки вернулись в Украину. Это Андрей Артеменко и Роман Макряк. Старший лейтенант Макряк. Красавец. Оба армия. Я. Это он. Это он. Оба армия. Оба с Кировоградщины оба вернулись по обмену пленами с российскими оккупантами. Обмен состоялся, но в плену еще более чем 200 украинцев. Среди них есть и кировоградцы, в том числе и бойцы 3-го полка спецназа. Надеемся и они, как наши моряки, вернутся домой на родину. Спасибо Кировоградской правде за историю, которая понравится всем любителям боев без правил. На этой неделе в селе Степановка Устиновского района был просто треш. В драке сошлись две женщины. И не просто женщины. Голова селерады побилась секретаркой селерады. В одней ей струс мозга и перелом мизинца, в иншу и внаслідок стрессу гипертоничный криз. Главное, что женщины как бы не боятся, не стесняются рассказывать о драке в мельчайших ее подробностях. И эти подробности жутковаты. И воно меня хватает за палец правой руки, за мизиной. Зломала мені палец тут. Вот вы часто ломаете людям пальцы? Я думаю, с какой силой это надо было схватить? Бить меня, взяла за волосы и начала бить меня головой об стил. И вот это еще не конец, потому что пошла ответочка. У меня стояла чашка из чаем, как РКД. И я взяла эту чашку, ну, хотела, как бы, ее вылить в межи очи. И зачепила ей трохи лоба. В общем, это такой Степановский Mortal Kombat. Ольга Варенюк против Валентины Полищук. Fight! Как оказалось, чуть не поубивали друг друга женщины из-за земли. Мол, обе берут бабло за оформление участков. Но конфликт не исчерпан, потому что обе подали заявление в полицию. Ну, а селяне, увидев такое, создали громадскую раду, которая проведет аудит в селе Рады. А еще боремся за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. Это же кошмар! Кошмар! В Александрии за землю тоже вполне могут начать драться. Во всяком случае, за скандальную землю под строительством дома дочки Александрийского мэра Степана Цепяка. Страсти накаляются. Значит, на этой неделе Александрийский горсовет рассматривал решение по разрешению на разработку технической документации по инвентаризации земель на территории Товарищества Горняк. Короче, там, где дочь Цепяка строится, при этом чудодейственным способом исчезает лес, а на его месте появляется фундамент. Вначале, перед рассмотрением вопроса, Степан Цепюк, по словам активистов и свидетелей этой сессии, заявил о конфликте интересов. Это по закону. Ну и вопрос по оформлению земли дочки Цепяка пошел на голосование. И тут случилось непредвиденное, случилось страшное. Оказывается, Цепюк не контролирует Александрийский горсовет. Потому что решение по земле его дочки горсовет прокинул. Даже, наверное, не этот вопрос, а самого Степана Кирилловича. Просто макнули как-то. Степан Кириллович от такого надругательства над амбициями самодержца подохренел и перешел на неофициальный язык. Так и сказал, депутаты, вы не охренели? Я вот что хочу сказать, мужики. Вчера. Ракута, Ракута. Все, не надо, не надо. Я им скажу. А вы знаете почему? Я знаю почему. Потому что членом кооператива есть моя дочка. Мужики, вы не охренели случайно, а? Нет. У вас совесть есть? Ракута. Еще. Когда по твоей сестре вопрос решался? Еще один вопрос. По сказке, мы вернемся к этому вопросу, я обещаю. И вот что интересно, такие манипуляции с землей в Александрии оказываются давно. И тем более в Горсовете. Цапюк сам вспомнил публично, что таким же образом, как он хотел откусить землю для дочери, кто-то из депутатов уже хапанул. Но вот кто Цапюк не сказал? Степан Кириллович явно своих не сдает. Особенно, когда это касается земли его дочери. Ох, Александрицы и мутные у вас чиновники. В Кропивницком, в самом центре города, чуваки неплохо себе зарабатывали за счет горожан. Есть такая гостиница. И она оформлена в аренду с правом выкупа с 1994 года. Так вот, платили ребята с этого времени за 7-этажное здание в центре города. А это почти 8 тысяч метров. 11 тысяч гривен в месяц. А че так можно было что ли? Что вы понимали, это цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве. Кстати, вместе с коммуналкой. Такая лафа продолжалась долго. Они просто сдавали в субаренду для 60 предпринимателей эту всю гостиницу на 8 тысяч метров. Даже если по тысяче брать с предпринимателей, это уже прибыль в пятикратном размере. Но я думаю, что с предпринимателей брали больше, чем 1 тысяча. В общем, город подал в суд на этих хитрожопых арендаторов и выиграл его. Верховный суд подтвердил, город прав. И теперь арендатор должен выплатить сумму в 115 раз больше, чем была эта аренда. А это больше, чем миллион гривен. Но Николай Швец, это совладелец центра готелю, фирмы-арендатора, до сих пор не хочет платить справедливую цену и будет обратиться в суд. Ну-ну. В Знаменке может повториться ситуация, как в Дрогобиче. И тут не как в известном меме, когда люди биткаются, а влада разводит руками. Тут влада в Знаменке бегает от журналистов. В общем, в Знаменке есть дом. Он в аварийном состоянии и с трещиной, потому что под фундамент течет постоянно канализация. Депутаты вроде как разрешили делать ремонт дома, но денег вроде нет. Журналистка 1 плюс 1 Лена Шворок решила поговорить с мэром Знаменки Сергеем Филипенко, мол, что будет с домом? Не рухнет ли он? Успеет ли знаменчане куда-то выехать, например, с того дома? Но мэр Знаменки мужественно уехал, по его словам, за пределы района. Кстати, в рабочее время. И тут же начал командовать журналисткой. Такой себе синдром цепюка у Филипенко. Заразная штука. Передается из района в район. Не дай бог до Крепивницкого дойдет. Чи заступник з комунальних питань? Він в отпуске. Перший заступник в отпуске. Тобто голова уехал? Голова десь вийхав. Він 15 назад десь вийхав. Телефоном намагаємось домовитись про зустріч із мэром Сергеем Филипенко Марно. Чи могли б ви з нами зустрітися, там розказати про цю проблему? Я щас за межами даже района. Ну я вернусь, а я вас наберу. Куди ви вернетеся? Ми до вас під'їдемо, не переживайте. Та ну не надо мне тиховать то, что мне нужно делать. Все, давайте. В общем, как не посмотришь на Знаменку или Александрию, понимаешь, нужны местные выборы. Нужно менять, ребят, они устали. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, если контролировать власть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok